Привет всем, с вами Ультра, и сегодня я расскажу о применении пара из Railcraft. Ну, начнем с того, что можно поставить паровую печь. Оп, вот такая вот штука, а вообще в эту штуку выгодно класть предметы по 8 стаков. Так и сделаем. Ну что, погнали. Пар есть, есть. Печка пошла работать. Чпок. Классно. На штампу сразу по 9 предметов. Пять-ка еще стаканчик закинем. Классная штука. А теперь паровая турбина. Эта штука строится 3х2х2, то есть вот так, раз, два, три. То есть нам понадобится 12 таких блоков. То есть 4 крафта. 4, да. 4 крафта. Также нам понадобится ротор. Сейчас я его отыщу. Вот он. Крафтцы из трех дисков. Крафтцы вот так. Стану блок. И 8 лопаток. Также нам потребуется эхо или что-то такое мощное. Пар. Поскольку это хреновина генерирует довольно-таки высокое напряжение, скажу я вам. Подставим его где-нибудь вплотную. Сразу закинем туда ротор и подведем пар. Выход держится на уровне 20%. По этой шкале можно смотреть, собственно, на каком он. Так, я взял кое-что не так. Выход половинный. Эхо только щелкает от заряда. Надо подвести целых 4 ликвидакта, чтобы она отрабатывала на пол. Но здесь почему только и так тянуть не хочет? И его проблемы. Так, на какой частоте стоит цесеракт? 6 ресивер. Поставим еще один. 6 ресивер. 6 ресивер. 6 ресивер. Так, нужно еще отправляющий на 6 поставить. Турбина. И вот здесь. О, турбина почти полная. Вот, мы раскачали турбину. посмотрим что она вытворяет она очень даже вытворяет так что у нас там вообще древесную были я бы рекомендовал плавить не таким методом а каким покажу в следующий раз когда будет туториал про печи всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте палец вверх до встречи